Всем приветики! Вас сегодня ожидает видео, которое я снимала три дня подряд. Сегодня вот такая абсолютно нелетная погода. Но растениям все это, конечно, очень нравится. Это у нас, девочки, заросли розмарина. Дерево идентификации не поддается, я не знаю. Ну, в общем-то, вот я иду домой. Мне осталось здесь пробыть, но можно сказать, что полтора сутка я уезжаю. Впечатления, конечно, у меня самые положительные. Посмотрите, здесь у них деревья какие-то цветут, и розмарин цветет. Представляете, такие фиолетовые цветочки. Не знаю, что вот это вот, но факт тот, что бутончики. Вот, представляете, набирает бутоны. Не знаю, что за растения. Какие елки красивые, сочные, такой цвет кипарисы. В общем-то, это тот город, куда я хочу вернуться. Вот из всех городов, которые я посетила за последний год, желание вернуться у меня возникло такое к Севастополю. И к Костроме. Да, вот два города, где я хотела бы погулять побольше, ну и посмотреть, узнать этот город получше. Ну, а теперь смотрим видео, которое я вам наснимала за три дня. Те люди, которые уже побывали в Севастополе, или жители Севастополя, севастопольцы наверняка узнали это замечательное место. Друзья, это 35-я батарея. Я снимала здесь вот такие кадры, но дело в том, что там дует совершенно жуткий ветер. Погода была, но она вот все время, пока я здесь нахожусь, она постоянно дождливая. Вот это то, что, как вы видите, изображение у меня как бы дергается, это меня просто-напросто сносило ветром. Я про то, как я побывала на 35-й батарее, буду рассказывать чуть дальше. Сейчас, в данный момент, когда я вам монтирую вот это видео, прошло уже два дня. Два дня после вот этих съемок. И сейчас я сижу в квартире. Честно говоря, время уже 10 часов вечера. Воды нет. Вчера по всему Севастополю не было воды, но вернее, я ошибаюсь, в отдельных районах. Прошел дождь, какие-то там районы Севастополя затопило, но у нас там, где я живу, было все отлично, и вода была. А вот сейчас, в данный момент, я, кстати, довязала ту курточку, которую буду показывать, вот вам чуть дальше никуда не уходить. И я сижу, ни воды, как говорится, ничего. Телевизор у меня в съемной квартире не работает. Я решила заняться полезным делом, пока вы смотрите вот эти кадры, заснять вам, вернее, смонтировать вам вот такое видео. 35-я батарея, это, конечно, очень такой впечатляющий музей. Но дело в том, что я приехала туда к вечеру, а может быть, ну, не знаю, может быть, зимой там вообще никого нет. Одним словом, там никого не было, я гуляла сама по себе, снимала вот такие виды, какое здесь красивое море. Ну, а теперь смотрите, вот как прошел день. Всем привет! Сегодня у нас 18 января. Я пришла с занятий. Ушла к 10, а сейчас время у нас 19 часов. На улице, дождь. Вот. Я нахожусь в Севастополе. Кто не знает, пусть немножко просохнет. Я сегодня была на занятиях. Кстати говоря, я показала, как я туда ухожу. Мне, конечно, очень приятно, что все наши замечательные хозяюшки обратили внимание, что на столе у меня стоит кофе, лежит косметика, лежат мои образцы. И тут же стоят бобин с пряжей. Девочки, не будьте такими нудными. Вы за это идеальный порядок скоро улучшитесь. В общем так. Я сегодня была в занятиях, как я уже сказала. Срезала. То, что лежит у меня в рюкзаке. Половью кофты из махера. Вот такой махер подобный, но немножко не такой. В общем, вот. Это у нас спинка. Будет вот такая. Но это как бы отглажено, еще не постерно. Вот это будет спинка. Это будет рукав. А все остальное не успели. Вот с 11 до 3 часов получилось связать только это. Вот так. Вот это будет. Специально такой длинный рукав. Без резинки, без ничего, девочки. Вот такой вот джемперок. Еще осталось связать перед и еще один рукавчик. Но это будет завтра. Просто специально взяла, чтобы перед вами похвастаться. Не оставила там, где я всему этому учусь. Так. Я сегодня была на 35 батарее. Чуть не проехала. Сел на полус. Знаете, я никак не соображу, где у них центр. В общем, я поехала совсем в другую сторону. Смотрю, куда-то мы не туда едем. Включил навигатор. Смотрю по навигатору. Я отдаляюсь от 35 батареек. Я спросила у двух женщин, которые там ехали. Говорю, я туда еду. Они говорят, да, да, туда. Но я смотрю по навигатору, все равно отдаляюсь. Ну что, я тогда вышла, перешла дорогу, пошла на остановку. Спросила у другой женщины, говорю, как доехать до 35 батареи. Она мне сказала, говорит, езжайте, типа, вот на таком-то автобусе. Ну, в общем, надо было ехать совсем в другую сторону. Я поехала в другую сторону и приехала на 35 батарею. Ну, так как погода у нас сегодня была, вот, в общем-то, вообще дождливая, там, конечно, очень красиво. Приехала я туда уже к вечеру. Ну, можно сказать, что к вечеру. Походила сама, там никого нет. Ни экскурсии, ни экскурсоводов, никого. В общем, уехала. Мне, конечно, очень понравилось, там очень красиво. Мало того, что там красиво, там это место все дышит историей. Ну, в общем-то, я там походила. Сами видели, что он снимал. Сел на автобус и поехала сюда, там, где я живу. Это, кстати, съемная квартира. У меня от кровати болит спина. Она слишком мягкая. Здесь такие мягкие матрасы. Прям вот очень мягкая. Реально болит спина. Я заушу не надевать сегодня лечить. Горячая вода. Почти не горячая. Ну, то есть, душ можно принять в ванну, ты уже не влезешь. И что еще? А, ну, в принципе, прохладно, так как на улице не холодно. В общем, пойдет. Зашла в сетевой магазин у них тут есть. Пут. Пут. Нет, не Пут, девочки. Путаю. Пут тоже у них есть. Но я зашла и не туда. Яблоко. Вот яблоко. Вот такой магазин. В общем, ну, когда... Блин. Начали мы брать овощи. Я начала брать. В общем, в магазине погас свет. Вот вообще наглухо выключился свет. Все немножко подождали, подождали. Что делать? Стали товар на полке выкладывать. Но потом свет включили, я так поняла. Генератор показался. Что расплачивать столько наличкой можно. Ну, ладно, что у меня была наличка. В общем, расплатилась. Приехала, пришла. Есть хочу. Купила тряпки, потому что здесь неудобно, даже нечем вытереть. Губка есть, а больше ничего нет. Это я съела по дороге, заводные пирожи. У них здесь в Севастополе хорошие кондитерские. У нас в Волгограде хуже. У нас в Волгограде, можно сказать, что вообще их нет, этих кондитерских. У нас есть сетевые магазины, где продаются торты, которые пекутся где-то на хлебокомбинатах, еще где-то. Они невкусные. Они, вот знаете, такие вот пушистые, на растительных сливках. В общем, здесь неверно, да. Кукурузные палочки вот какие-то, 29 рублей. Капуста, картошка у меня вчерашняя есть. Вот, купила пекинскую капусту. Я стараюсь есть много овощей с огурцами. По цене, в общем, пекинская капуста на 88 рублей. А огурцы на 200. Четыре огурца. Это, в общем, мне на 4 дня за глаза. А, ялтинский лук, девчонки. Не могла пройти мимо, как оно взять. 119 рублей он стоит здесь. И вот эти три луковицы на штат 5 рублей. Так. Да. Я очень пирожное. Одно заварное взяла, по дороге съела. И второе заварное. Стоит это 85 рублей. Ну, я с чаем себе взяла. И вот, что самое интересное, мне привлекло. Девочки, это катык. Кавказский долгожитель называется. Стоит он 100, чем-то рублей. Катык, по идее, это кислое молоко должно быть. И оно должно быть такое густое и стоячее. Ну, да, так оно и есть. В общем, я взяла просто попробовать. Ну, как кислое наше молоко. Ну, вкусное? Я купила билеты уже наобратно. Вкусно. Пойду на поле. Вот так. Завтра еще вам что-нибудь посниму. Супрак. И покажу. А может быть, вычесть, который там же есть. Ролик. На маршрутках я здесь езжу часто. Они поют постоянно. Проезд стоит 30 рублей. Очень часто. Вот буквально все разы, когда я ездила, обязательно кто-то рядом садится с перегаром. Или просто стоит. В общем, перегарма, она и целая. Она всю маршрутку. Пьющая. Пьющая население. Не знаю, может быть, это везде. Так, может, я просто на маршрутках редко езжу. А так, мне очень нравится. Красивый. Там на 35-й батарее. Там такой ветер. Но ветер, знаете, он сильный. Аж сносит. У меня в телефоны так сносило. И меня сносило. Но он влажный, мягкий. Понимаете? Ветром меня не удивишь. Там, кстати, Солгоградский умус. У нас там ветра, не дай бог. Вот. Но у нас таких не бывает ветров. Здесь влажный, понимаете? А у нас сухой. Такой жестокий ветер. Ну, в общем-то, климат по сравнению с нашим, конечно, здесь гораздо мягче. Но я смотрю по растительности. То есть, которую никто не сажал. Там ее почти нет. Ну, то есть, видимо, вот этот ветер. Летом жарко. Севастополь, судя по всему, степной. Наверное, это вот в центре у них здесь такая красивая растительность и все. А там, видно, все продувается. Там почти ничего не растет. Ну, то есть, голое такое, все каменистое. Даже в частном дворах, которые там и дома настроены, ну, не видно, чтобы там было прям густе такой растительности. И море вокруг Севастополя, я так понимаю, что у него большая глубина. Не зря тут у нас база военно-морского флота. Потому что такие обрывы. Море очень красивое. Такое зелено-синее. Чайки ртают, бакланы за рыбой ныряют. В общем, здорово, конечно. Представляю кофточку, спинку, которую я сегодня связала. Ну, скажем так, не сама лично, а напополам. Напополам с моим учителем. Девочки, в общем, это мохер. Полоса в две нитки, полоса в одну нитку. И вот здесь вот такой идет, вот такая полполоска. Это по спинке. Все это будет реглан. Почему я решила реглан? Ну, потому что если делать вточной рукав, то если похудеешь, поправишься, плечо будет падать. Вот. А здесь ничего падать не будет. Вот здесь вот такие эти пучки. На убавках и без резинки внизу. Вот так как я, женщина, все-таки не худенькая, мне не надо ничего там снизу обтягивать. Я так посчитала. Вот он полосатый смотрится за счет смены ниток. В две и в одну. Он не постиранная. Вообще, это мохер прям такой неплохой. Вот видите. Вот это такая будет спинка регланистая. А вот у нас рукавчик тоже без резинки. Он такой прямой, ну как прямой, чуть-чуть с расширением. Вот сюда к пройме. Вот. Но тоже без резинки. То есть прямой такой рукав. Вот тоже полоски за счет смены толщины махера. И вот здесь в поддержку тех жгутиков, кос, которые на спинке. Здесь по рукаву тоже. Так, то есть рукав у нас будет вот такой. Вот так. Мне нравится. Мне внутрью... А сколько она будет весить? Килограмм три? Мне поменьше, если можно. Здесь такая длинная аллея. Мне кажется, она больше километра. И мы проходим фонтаны. Я представляю, как красиво здесь тогда, когда они работают в летнее время. Ну и сейчас, конечно, мне очень нравится. Вон, где начинается. Потом надо в интернете посмотреть подробности. Очень большая территория. Ну, конечно, мне очень нравится. Вообще, Севастополь очень просторный город. Очень. Единственное, что, ну, для таких, как я, которые здесь вообще первый раз и вообще ничего не знают, здесь нет указателей. Но я все спрашиваю у людей, куда мне ехать, где парк Победы, куда идти, понимаете? Ну, на такие вот, как бы, места туристические, ну и вообще монументальные, да, сердце города. Хорошо бы указатели были для таких вот, как я, туристов, которые люди не местные. Ну, так, идем дальше. Фонтаны здесь выглядят вот так. Народу здесь тоже очень много гуляющих. Розы, кипарисов очень много. Всяких воинов таких очень красивых. И, в общем-то, впереди нас море. Я пыталась найти здесь такую олейку помалолюднее. Но, похоже, здесь вот именно на этой олейке, чуть-чуть в стороне от главной, здесь народу еще больше. Ну, очень такие, посмотрите, красивые пейзажи. Видно, что некоторые деревья посажены недавно. Меня еще раз повторяю. Девочки, это розмарин, судя по всему. Поражает территория. Очень большая. И очень сочная зелень. Очень. Вот она прям, знаете, такого ярко-зеленого цвета. Представляете, какая здесь красота, когда расцветают, распускают листья. Вот это, судя по всему, это платан. Здесь, кстати, очень много кипарисов, которые вот так наклонились. Не знаю, попало в кадр или нет. Всякие разные хвойнички. Ой, такие они красивущие все. В общем-то, я не знаю, как так получилось. Девочки, чертово кольцо, он там. Интересно, оно работает. Я не знаю, как так получилось, что мы, будучи в Крыму летом, не доехали до Севастополя. Ну, во-первых, это была единственная экскурсия, на которую я не попала, но далеко. Далеко от берегового до Севастополя реально много километров. Это 12-часовая экскурсия, я сюда не поехала. Но я не знала, что это настолько такой изумительный, превосходный город. И, в общем-то, знаете, побывав в Крыму, не приехать в Севастополь, не делайте такую ошибку, какую сделала я, обязательно сюда приезжайте. Очень хорошо. Я думаю, что вам понравится. И я даже вам скажу, чем. В Крыму очень много таких мест, но это, во всяком случае, мое личное мнение, где все сделано было нашими дедами и отцами и прадедами. А с современными людьми, ну, в общем-то, они потихонечку проживают наследство. Севастополь, нет, он не производит такое впечатление. Здесь очень красивые исторические здания, исторический центр. То, что было построено, ну, не знаю, больше ста лет назад. То, что было построено после войны. И то, что было построено вот сейчас при нашей современной настоящей жизни. То есть здесь есть все. Здесь наследство, ну, даже если, может быть, люди современные его и прожили, но это не так заметно. Здесь есть чем похвастаться именно вот современными достижениями. Ну, уже сто процентов вот этот парк сделан был недавно. Посмотрите, какая новенькая плитка. В общем-то, здорово. Вон там уже скоро будет море. Мою руку оттягивает пакет с нутрией. Дело в том, что я купила нутрию на рынке. Я ее ни разу не ела, но много раз слышала. И, в общем-то, вот, несу ее домой. Мне бы надо было пакет дома бросить, а потом сюда приехать. Но я не ожидала, что настолько огромный парк от Победы окажется. Посмотрите, мы идем, идем, идем. Погода сегодня просто превосходная. С утра был дождь, можно сказать, даже ливень, но он быстро закончился. И, в общем-то, вот, погода нас радует. Посмотрите, какие облачка. Народа здесь очень много. Мы дошли до моря. 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 что я могу сказать изумительного цвета вода видно каждый камень такого бирюзового какого-то прозрачного цвета вон там волны темные камни смотрите какая красота сегодня у нас крещение многие купаются не знаю какой температур водичка подходить не буду смотрите какого цвета волна прозрачная севастополь всем хочу сказать у вас изумительный город посмотрите какого цвета волны боюсь камера не придаст но какой-то знаете такая бутылочная бутылочная бирюза очень красиво а ну да хочу сказать что пляжи здесь каменистые вот здесь галька видите галька 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 но так как парк по дороге море оказался очень таким большим и я устала я туда пошла после занятий по своему вязанию то я решила вызвать назад такси чтобы доехать до дома до той квартиры где я снимаю это обошлось мне в 200 рублей приложение скачать у меня не получилось не знаю почему но не получил здесь вообще интернет то есть то нет я же вам говорю что в данный момент у меня не работает телевизор хотя у соседей в соседней квартире там какой-то телеман живет он очень громко включать и у него работает у меня смарт-телевизор в квартире в общем он не работает и может быть из-за этого что из теряется постоянно интернет я не могу скачать приложение такси и я вызываю такси просто захожу в интернет севастопольской такси набираю оператор и мне присылают машину в общем-то туда куда я скажу так как мне руки оттягивала вот это нутрия который я впоследствии пожарила я вызвала такси отсюда уехала обошлось 200 рублей все-таки крым дает о себе знать ведь сколько здесь зелени здесь даже цветут до сих пор они анютины глазки нарциссы я видел на клумбах ну и соответствовать вот такие сосна и хоть и не цветут на них полно шишек очень красиво я занимаюсь сшиванием своей дипломной работы дипломной работы в кавычках махеровой кофточки но пока я занят этим важным делом посмотрите как прошел мой день вчера но сегодня тоже как видите антакси благополучно добралась до квартиры поставила жарить свою мутрию кстати я ее не снимала честно говоря мясо вкусное не знаю что напоминает но не знаю что такое нежное курица кролик что такое вот жирная но она считается диетическим в общем нормальное внутри получилось молоденькая быстро пожарилась и вот видите я весь вечер сшивала кофту и потом еще на следующее утро продолжила а сегодня в тот день когда я вам монтирую видео и опять сходила на занятия друзья гулять уже никуда не пошла потому что вот вы могли видеть в начале видео что пошел дождь и вот сейчас сижу в квартире еще раз повторяю что воды нету монтирую вам видео свет здесь конечно вообще завал такие вещи нужно делать под яркой лампы вот как здесь яркой лампы нету сказать что я сшиваю почти на ощупь ну что девочки вот мой полуфабрикатик получился день на маечку хотела носить ну так не знаю в общем посмотрим что я вообще носить не буду права вот рукава длинноватый так сейчас модно осталось вот здесь вот эту прибить и прибить прибить кетлевку короче она уже готова но она там и за час осталось вот я собирала не стираная на когда постирается она будет лучше во первых пряжа она же пропитанная махин без всяких всяких просто полосатенький ну как он здесь когда бечка при прибьется будет классно мне кажется я довольна почти сама все связал мне она помогала вязать что потому что я долго палочки прибавочки все нормально очень в кондитерской смотрите вот такая прелесть трюфельное что-то сметана клубничная медовая лимонная мохито кокетка черный лес и здесь два пирожных брала брала и какой вот это вот лимончик это что вот это лимончик там песочное тесто и такое суфле так с лимонным оттеночком а очень лимоном сильно так не пахнет вот это лимончик который вот его давайте одно туда сверху нельзя положить чтобы не две коробки вот и тортики смотрите какие здесь трюфельные ехать 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 по пределу что ехать дождь сейчас срывается со снегом сегодня у нас суббота 20 января и в общем то вот здесь оказывается если сюда идти море но здесь такой прекрасный парк я уже сказала в этом видео что очень много здесь мест севастополе просторы где можно разбить парке не во всяком не во всяких городах есть столько много свободного места где можно сделать вот такие превосходные зеленые зоны не везде это делается но здесь конечно просто красиво очень красиво смотрится вы можете сами это видеть здесь везде вот эти вот камни кто знает название вот этого дерева это конечно не розмарин но что-то цветет смотрите поближе девочки ну чё тороплюсь похвастаться кофточек который получил столько-только горловину покидывала а постирать невозможно она немножко изменится после стирки она вот и тут все сравняется где надо подсыпать где надо увеличиться воды нету вообще ноль полный ночью вот ну так получилось такая моделька тренировка я же не зря взяла махер я же это все разрабатываю как бы под пух ну вот специально я не стала делать манжеты здесь и здесь я девушка не маленькая если меня здесь обтянет тем более узкие бедра ну сами видите как столбик еще здесь резинка но это вообще ни к чему и то же самое здесь не хочу в принципе я так подумала если мне не понравится я могу сюда резиночку вставить и рукав будет вот такой вот но я его специально сделала вот таким длинным потому что так сейчас модно это как говорится можно завернуть можно укоротить ну в общем то я довольна красиво смотрится слушайте ничего лишнего я считаю мне тут не надо бусика всяких этих самых вот просто такая корточка вот я думаю что когда постирается будет нормально но в общем и целом я пока довольна шовчики все нормальненько китлевочка китлевать я умею уже давно ну как ну как может был более разлетайку сделать но у меня обязательства никого не учусь говорит давай сделаем наоборот на чуть суженая к низу не знаю я бы хотел бы свободно ты послушалась махерчик а махерчик у нас так как у нас 2 махерчик 3 чуток так сейчас мы определимся я рассчитывал что я сегодня все равно нет так во первых он итальянский вот это написано что он итальянский так это у нас кит мой нифига себе у меня дорогой махер тысячу метров в 100 граммах 67 процентов кит мохер 3 процента меринос и 30 процентов синтетика а вот то на чем у меня это у нас 47 процентов кит мохер все три нейлона и он толще здесь 700 метров 100 граммах так то есть есть дорогущего махер снизу какие дела девочки и 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 Вот козы живы-здоровы. А, тут коровы. Вот ещё. Девушки, ну кто не понял, при чём здесь вообще козы? Это мои животные любимые. Они ждут меня в моей деревне. Я живу в хуторе Волгоградской области. Занимаюсь пухом. Вяжу пуховые платки. Приду тонкую нить. Это мои козы. Совершенно шикарные. При донской породе я соскучилась по мужу, по детям и по моим козам. И поэтому дочь по моей просьбе пошла по моим сараем, сняла мне козочек. Я убедилась, что с ними всё в порядке. И вот когда я вернусь домой в свой хутор, мы будем их щипать, чесать. Именно из этого пуха вяжутся вот эти превосходные пуховые изделия. И именно для повышения своей квалификации я приехала сюда, в Севастополь, к совершенно профессиональной женщине, которая вяжет на высшем уровне. Просто на высшем. Жалею, что у меня мало времени. Туда, знаете, прям надо ходить как в школу. Ну, в общем-то, вот. Это так вот из-под тяжка снятый центр города. Я не стала снимать, знаете, прям так в открытую. Ну, не те времена. Ну, в общем-то, всем пока-пока. Ждите от меня пуховых обзоров. Вот такой вам сумбурный видосик. Всем добра, здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok